Здравствуйте, меня зовут Миша Лобачевский и сегодня я вам покажу, как прошить iPhone на примере своего iPhone 4. Мы будем прошивать телефон через iTunes и если у вас какие-то проблемы начинаются с iTunes или может вы его не можете по какой-то причине установить на компьютер то в данном случае я вам покажу способ, как его прошить не через iTunes. Мы будем сегодня ставить официальные прошивки и кастомные прошивки, которые кто-то смастерил. Чем, например, кастомная прошивка отличается, по крайней мере, от официальной? Тем, что там уже стоит jailbreak, то есть вы можете туда ставить уже сразу приложения, которые загружены откуда-то, ну от каких-то сторонних разработчиков, допустим, и вы их загрузили с какого-то совершенно другого сайта. Сначала мы будем перепрошивать iPhone через iTunes, как я уже говорил. Мы будем ставить пятую бету с седьмой iOS. Естественно, запускаем iTunes. Итак, подключаем телефон к компьютеру, выбираем его, ну и вот сразу же мы видим на вкладке обзор обновить. Если у вас стоит уже последняя версия прошивки, то, естественно, он ее, если вы просто нажмете на кнопку обновить, то он, естественно, обновлять прошивку не будет. Но если у вас стоит не самая последняя официальная версия прошивки, просто жмем на кнопку обновить, и тогда автоматически пойдет обновление вашего телефона. Вам ничего делать абсолютно не нужно. Оставляем телефон лежать в сторонке, не трогаем его вообще, и прошивка пойдет сама по себе, и вас программа уведомит о том, когда прошивка будет закончена. Но, чтобы поставить бета-версию, ее нужно сначала откуда-то скачать. Можете с официального сайта разработчиков скачивать, но это не особо важно откуда. А самое главное, перед тем, как вы нажмете обновить, зажать shift. Нажимаем shift, жмем на кнопку обновить. И мы переходим к выбору файлов на компьютере. Я скачал это сюда. Сейчас надо посмотреть. Вот у меня iOS 7 Beta 5. Выбираем. Обновить. И просто ждем. Ни в коем случае не отключаем телефон от компьютера. И ни в коем случае не пытаемся выключить телефон кнопкой выключения телефона. Либо же нажатием home что-то сделать на телефоне. В общем, телефон не трогает. Чтобы быть уверенным, что телефон у нас действительно обновляется, смотрим на экран монитора. И если мы видим вот эту вот строчку обновления по iPhone, то он обновляется. И естественно еще на самом телефоне появится вот такое яблочко, вот эта строчка бегущая. которая нас уведомляет о том, что сейчас идет обновление телефона. Ну вот собственно и все. Извините меня за то, что камера в данный момент трясется. Сейчас я ее установлю. Просто телефон как раз только-только перепрошился. И я хотел бы вам показать, так сказать, первый его запуск. И теперь ждем запуска iOS 7 Beta 5. Здорово. Итак, ну да, мы включим, ладно. Включим. Обновление, настройка iCloud. При задерживающей прошивке, по-моему, можно было выбрать. Да, можно было выбрать, включать iCloud или нет. Лично я его не включал. Создание пароля. Пароль из четырех цифр. Ну, честно говоря, он мне не нужен. Итак, вот наш телефон перепрошился на официальную бета-правда прошивку. Итак, сейчас мы будем ставить неофициальную прошивку. А мы перепрошьем через программу на компьютере. Она называется RedSnow. По этому файлу можно видеть, как она правильно пишется. Итак, открываем программу RedSnow. А, еще, естественно, нужно скачать кастомную прошивку сначала. Нажимаем Extrase, Even More, Restore. И здесь выбираем прошивку. Вот так, 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 вот она неофициальная. Здесь сразу будет строчка такая Baseband Update. Если, то есть, здесь нужно выбрать да и нет. Выбирайте да, только в том случае, если у вас залоченный телефон. Изначально. Если он у вас разлоченный, ну, то есть, был уже куплен разлоченным, то нажимаем на нет. У меня телефон разлоченный, поэтому я нажму на нет. Но сначала, ну, можно, в принципе, и потом, можно сейчас. В общем, нужно еще подключить телефон, естественно, к компьютеру. Так, подключаем. Так, я свой подключил. Нажимаем нет. Теперь здесь нам пишут, чтобы мы подключили телефон. Ну, мы его подключили уже. Он должен быть обязательно включен. Так, нажимаем ОК. Окей, теперь надо выключить телефон. Так. Сейчас мы его выключим. Так, ждем выключения. Не обязательно, кстати, смотреть в телефон, чтобы понять, выключился. Он можно это увидеть даже по этой программе. Сейчас с фокусировкой. Теперь, как только мы нажмем Next, нам нужно сначала будет... Ну, там будет подробная инструкция на английском, правда. Поэтому, для тех, кто на английском не понимает, я сделаю прямо по этой инструкции. Это при вас. То есть, мы введем телефон в DFU режим. Сейчас нажимаем на Next и прямо сразу же, как я уже сказал, жмем. Кнопка включения телефона. Зажимаем. Не отжимаем. Теперь зажимаем кнопку Home. Все дело с ватной инструкцией. Сейчас второй этап. Когда будет третий этап, то кнопку включения телефона мы отжимаем. И теперь ждем. Не отжимаем кнопку Home. Все. Пошла перепрошивка. Ну, теперь ждем. Ни в коем случае не отсоединяйте кабель от телефона. На телефоне ничего не нажимайте. Телефон, короче говоря, не трогаем. Так. Здесь... Ну, просто нас спрашивают, хотите ли вы продолжить. Здесь написано про то, что сейчас пойдет прошивка для разлоченных телефонов. Да, жмем. Так, на вашем телефоне появится вот такое яблочко с строчкой, которая будет потихоньку заполняться. Итак, перепрошивка телефона закончилась. Вот нам высветилось сообщение на мониторе об этом. Давайте теперь посмотрим, что же происходит с телефоном. Ну, то есть мы видим, телефон пока еще загружается. Поэтому пока он загружается, я установлю камеру удобно. Может быть, он включается. Да, он включался. Ну, вот это у нас кастомная прошивка. Да, русский. Это пятая прошивка, да. Не помню, как опять. Точка 1, точка 1 или 5. Точка 1, точка 2. В общем, ну, это уже устаревшая прошивка, поэтому особо-то, я думаю, неважно в точности, то есть номер этой прошивки. Ну, вот, ключами я все равно не буду долго использовать. Да, отключаем. Ну, так. Да, давайте как новый. Иди, пока настраивается наш, который... Наш, мой, который я вел. Ну, ну, давай, давай, давай. Кастомная прошивка, ну, могли бы это и обойти, в принципе. Ну, нафиг сейчас-то. А хотя тогда сеть-то он ловить не будет, верно? Ну, наконец-то. Вот, здесь можно рекламу не использовать. Не использую его, не знаю. Ничего не надо отправлять никому. Да. Так, мы здесь видим наличие программ. Некоторые из них нестандартные. Я думаю, вы уже заметили некоторые из них. Здесь много чего на английском. Ну, в принципе, те, кто знает эти значки, и так поймут даже на английском, что это такое. В общем, в принципе, я вам все показал. С вами был Миша Лобачевский. Подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте, которая находится под видео. Продолжение следует.